Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы начнем сейчас говорить о Евангелии от Матфея. Прежде чем перейти собственно к тексту Евангелия, я думаю, необходимо сделать несколько предварительных замечаний. Евангелие от Матфея практически всегда, по крайней мере, начиная с начала II века, в списке священных книг Нового Завета всеми христианскими общинами ставилось первым. Однако это не означает, что оно было первым по времени написания. Скорее, вторым или даже, может быть, третьим. Вместе с тем, в основе Евангелия от Матфея очевидным образом присутствовали некоторые более ранние письменные документы, возникшие до момента написания нашей сегодняшней окончательной формы Евангелия от Матфея. Так или иначе, автор этого текста использовал в качестве своих источников, в первую очередь, Евангелие от Марка, которому он следует в общей конве изложения сюжета евангельского. И в очень многих случаях, в большинстве случаев, почти без серьёзных изменений, включают в своё повествование фрагменты текста Евангелия от Марка. Лишь изредка автор или, может быть, переводчик несколько выправляет не вполне правильный греческий язык Евангелия от Марка. Кроме этого, источником для евангелиста послужил также документ Ку, в общем, довольно гипотетический, хотя сегодня никто уже особенно не сомневается в существовании этого документа, хотя он так и не был найден и реконструируется сейчас как раз по текстам Евангелия от Матфея и от Луки. Наконец, ещё важным дополнением будет вот что. Нужно вспомнить слова епископа Папия Иерапольского, написанные им на рубеже первого и второго столетий, лет примерно через 40, максимум 50, после написания Евангелия, Евангелия от Матфея в частности. И вот в своём произведении, которое называется «Пять книг толкований господних изречений», святитель Папий пишет о наших канонических Евангелиях, и в частности, о Евангелии от Матфея, он говорит, Матфей написал для иудеев на их собственном языке, записал речения Господа. Переводил их кто как мог, пишет Папий. Из этого краткого сообщения, при всей его краткости, тем не менее, некоторые вещи мы всё-таки можем узнать. Во-первых, Папий свидетельствует, что оригинал, до нас не дошедший, оригинал Евангелия от Матфея был написан на то ли арамейском, то ли древнееврейском языке. В большинстве случаев учёные склоняются к тому, что всё же это был арамейский, не греческий, а распространённый в то время в Палестине арамейский язык. Хотя надо сказать, что в 21 веке и здесь тоже возникли некие сомнения, и исследователи говорят, что, может быть, всё-таки греческий был родным для того человека, от которого дошло до нас современное в нынешнем нашем виде Евангелие от Матфея. Здесь до некоторой степени, конечно, вопрос. Кроме того, из свидетельства святителя Папия вытекает чрезвычайно важная и поучительная вещь. Я имею в виду то, что он говорит о переводах на греческий язык, Евангелие от Матфея переводил их кто как мог. Следовательно, этих переводов было много. И, в общем, ни один из них, судя по самой структуре фразы Папия, едва ли может быть назван шедевром. Скорее всего, это действительно переводы, сделанные, если и не на скорую руку, но всё-таки в интересах реально существовавших общин без какой бы то ни было научной проработки исходного текста, что, в общем, вполне естественно и для задачи, и для эпохи. Тем не менее, в целом ряде случаев необходимо помнить о том, что формулировки переводов, текст этого перевода может оказаться, в конце концов, и вовсе не идеальным. Знаете, это в каком-то смысле очень существенно в отношении всего библейского текста в целом, потому что часто мы привыкли, ну, в силу неких исторических причин, которые неинтересно обсуждать, привыкли считать, что это прямо в готовом виде спустившийся с неба текст, но на самом деле, судя по свидетельству христиан первого-второго столетия, они-то прекрасно понимали, что это далеко не так. Теперь еще одно существенное в отношении Евангелия от Матфея замечание вот какое. В античности существовало несколько способов рассказывать о человеке, составлять исторические и биографические повествования, основные из них так называемые хронологические и систематические биографии. Вообще говоря, никакое Евангелие, в том числе и Евангелие от Матфея, строго в рамки этих жанров не укладывается. Более того, совершенно нет никаких причин думать, что евангелисты, их редакторы и переводчики вообще ориентировались на жанры античной биографии. И скорее нет, чем да. Тем не менее, некоторые черты, свойственные именно жанру систематической биографии, Евангелие от Матфея присущи. Разные исследователи в разные эпохи видели в композиции Евангелия и немножко несовпадающие подходы. В частности, в более ранние времена, в 20-м, в 19-м веке, обращали внимание на то, что Евангелие от Матфея более или менее систематично после введения излагает сначала проповеди, то, о чем говорил Господь Иисус, говорит потом о притчах, о чудесах и дальше о страстях. И здесь автор совершенно очевидным образом подбирает притчи одну к другой, чтобы они составили вместе целостный раздел. Чудеса рассказы о них тоже собирает один за другим, чтобы они составили целостный рассказ. Нередко, знаете, толкователи, особенно проповедники, пытаются искать некоторые смыслы, делать выводы из того, в каком порядке те или иные притчи или чудеса в Евангелии расположены. Вообще говоря, это совершенно безосновательная практика. Более современный взгляд на Евангелие от Матфея предполагает у него несколько иную структуру. Обычно современные исследователи пишут, что евангелисты излагают ряд событий, и затем соответствующую этому ряду событий речь Иисуса. События и речь. И таких разделов, состоящих из этих двух частей, обычно насчитывают пять. Так или иначе, склоняться ли к более ранним или к более новым способам анализировать композицию Евангелия от Матфея, может быть, и не так важно, а важно действительно увидеть вот эту попытку систематизировать излагаемую информацию. Кроме того, конечно, особенно глядя на Нагорную проповедь, необходимо для нас с вами видеть, что Матфей, как, кстати, и Иоанн, часто, может быть, и почти всегда, собирает в единое целое слова, которые Господь говорил в разных обстоятельствах и не обязательно целиком. Скажем, те слова, которые у евангелиста Луки разнесены на несколько глав и составляют совершенно не связанные друг с другом проповеди Иисуса, евангелист Матфей собирает вместе, составляя из них то, что мы с вами привыкли сегодня называть Нагорной проповедью. Да, и так эти речи, вообще говоря, являются изложением. Мы не до конца уверены, насколько это изложение. Буквально, да. И изложение это, как я уже сказал, носит систематический характер. К слову, впрочем, сказать, и в XIX и в XX веке предпринималось несколько серьезных попыток сделать обратный перевод Евангелия от Матфея на арамейский или древнееврейский язык. Какой из этих семейских языков исследователи выбирали, вообще говоря, зависело от их вкуса, их склонностей. Чуть более убедительным представляются попытки перевести Евангелие обратно на арамейский. Хотя это и не доказывает, что оригинал был написан на арамейском или хотя бы основной источник был написан на арамейском. Тем не менее, здесь тоже некоторые вещи видны, потому что целый ряд высказываний Господа Иисуса, начиная от молитвы «Отче наш» и многие-многие другие, в арамейском переводе превращаются в стихотворный текст. Совершенно неожиданно, я бы сказал, для читателя, потому что ни в греческом переводе, ни тем более в переводах на другие языки. В общем, этого незаметно. Однако обратный перевод на арамейский свидетельствует нам о том, что всё-таки, сколь бы желающие не сомневались в точности изложения Господних речений евангелистам. То, что при обратном переводе вдруг проступает в тексте стихотворная структура, его поэтический характер, свидетельствует всё же о том, что это изложение достаточно адекватное для того, чтобы мы могли относиться к Евангелию от Матфея как к убедительному источнику. Ещё один немаловажный момент, о котором обязательно нужно сказать, прежде чем мы будем говорить о самом тексте, это аудитория. Согласно широко распространённой и практически никем не оспариваемой всерьёз церковной традиции, ведущей начало и от Папии Иерапольского, и от других отцов первых столетий, Евангелие от Матфея в первую очередь было написано для иудео-христианской аудитории. Стало быть, адресатом этой Евангелия были люди, иудеи по своему происхождению и, скорее всего, по воспитанию, то есть воспитанные в рамках иудаизма первой половины первого столетия и лишь после ставшие христианами. Иногда даже, знаете, некоторые исследователи полагают, что адресатом этого Евангелия могли быть и вообще иудеи, не только иудео-христиане, и такие исследователи пытаются увидеть в Евангелии полемический характер, хотя, в общем, это тоже, скорее, надуманная позиция. Так или иначе, для Евангелия от Матфея характерно то, что он соотносит слова и поступки Господа Иисуса с иудейскими ожиданиями, с пророчествами, которые были на тот момент известны именно в качестве мессианских. Для сегодняшнего читателя и выбор пророчеств евангелистам, и их толкования вовсе не всегда представляются очевидными. И те пророчества, которые он считает мессианскими, мы сегодня не склонны таковыми считать. Но все-таки совершенно отчетливо проступает в тексте Евангелия вот эта идея, что существует пророчество, существует некоторый, я бы сказал, план Божий, замысел о спасении человечества, который последовательно, шаг за шагом, реализуется в истории Израиля, и иногда почти случайно, не вполне заметным образом, но все-таки события жизни Господа Иисуса Христа этим пророчествам так или иначе соответствует. Коротко говоря, евангелист обращает внимание на то, чтобы засвидетельствовать, что Иисус обязательно является, именно является мессией Израиля, тем, кого народ Божий ожидал на протяжении столетий. Ну вот, теперь обратимся к первой главе Евангелия, которая открывается трудным очень для современного читателя пространным текстом, который называется «Книга родства» или «Родословие Иисуса Христа». Эту часть своего рассказа, начальную, Евангелист, собственно, начинает с Авраама и перечисляет всех потомков Авраама, от самого Авраама до Иосифа, мужа Марии, от которой родился Христос. И для того, чтобы читать его сегодня, как раз для нас необходимо помнить именно о адресате, о предполагаемой аудитории Евангелия от Матфея, потому что, конечно, для современного читателя всё это перечисление того, как один дяденька рождает другого, мало о чём говорит. Что же всё-таки при внимательном взгляде на это родословие можно в нём увидеть? Во-первых, важно, что Евангелист весь этот длинный ряд, длинную череду людей от Авраама до Иосифа Обручника разделяет на три группы по 14 поколений. Кстати сказать, в соотнесении с реальными историческими данными, в общем, становится понятно, что это скорее схема. Скорее схема. И здесь почти наверняка имеют место некоторые неточности. Но всё-таки для евангелиста важно, чтобы читатель увидел вот эту продуманность, последовательности событий. Люди появляются один за другим, рождаются, и при этом в их жизни мало-помалу, по чуть-чуть реализуется тот замысел о рождении Иисуса Христа, который был у Бога изначально. Это первое. Второе, что тоже довольно важно, это само подразделение истории от Авраама до Христа двумя вот ключевыми, с точки зрения евангелиста, событиями. Это царствование Давида и крах Давидова царства, вавилонское завоевание и переселение вавилон. Далее, ещё один небезлюбопытный момент заключается в том, что, да, здесь почти одни мужчины перечислены, хотя сегодня современные читатели иногда пытаются хихикать по этому поводу. Ну, в общем, совершенно понятно, о чём идёт разговор. Да, в сегодняшнем языке мы так не говорим, но в те времена это было совершенно нормальным способом выражения. Вместе с тем несколько женщин в этой родословной присутствуют. И, в общем, я бы сказал, все они не являются образцом для подражания. Про каждую из них может быть, можно вспомнить историю не самым лучшим образом характеризующую, в частности, там, и Фомарий, и Рахав, блудницу, и Версавию, которая была женой Урии, а потом стала женой Давидой, а Руфь вообще была моавитянкой, не принадлежала к избранному народу. На некоторых, вот, только на этих женщинах останавливается евангелист, только их упоминает, может быть, в силу того, что это были хорошо известные и популярные в его время истории, а может быть, и потому, что для него важно засвидетельствовать, что вот вся эта череда предков Господа Иисуса от Авраама до Иосифа обручника вовсе не была такой последовательностью героев, где каждая фигура величественнее предыдущей. Да к тому же надо заметить еще, что в целом ряде случаев, особенно от Давида до Зоровавеля, исторические персонажи, которые здесь евангелист упоминает, публика тоже вовсе не подарочная. И, скажем, царь Бонассия, при котором меч пожирал пророков как лев, или Раваам, сын Соломона, или другие, которые были в промежутке между Соломоном и царем Иосией, тоже это очень важно, потому что замысел Божий исполняется не в силу каких-то особенных личных качеств этих людей, а потому что это замысел Божий. Ну и, наконец, еще тоже заметим, что, в общем, на фоне этой последовательности людей отчасти известных, отчасти вдохновенных пророков, отчасти царей кровопивцев совершенно уникальным образом, конечно, мы видим Иосифа Обручника в тех рассказах, которые дальше следуют, в тех историях, которые Евангелист Матвей рассказывает с участием Иосифа Обручника. И вот, предложив читателю эту схему, то есть, в сущности, сказав, что так было задумано Богом, и Бог последовательно, несмотря на все человеческие слабости, двигался в сторону реализации этого замысла, вот Иосиф, Мария, и она имеет в очреве, как затем скажет евангелист от Духа Святого, он рассказывает историю о рождении Иисуса, и, собственно, говорит то, что было важно для иудейского читателя, важно и понятно, в связи с теми законами, брачными правилами, принципами, обычаями, которые существовали, и, в общем, гораздо менее важно для читателя неудейского, как язык христианского, так и современного, он говорит о том, что Иосиф, будучи праведен, вот, думал о том, чтобы как-то отпустить Марию, не предавая эту историю огласки, потому что в случае огласки эта история, конечно, была бы опасна для нее самой, опасна для жизни, потому что наиболее вероятным последствием было бы побиение камнями, и вот мы видим здесь, что ангел Господень во сне является Иосифу и говорит «не бойся». Пожалуй, на страницах Евангелия это слово здесь произносится в первый раз, но дальше на протяжении всего новозаветного текста, особенно в Евангелиях, эти слова «не бойся», «не бойся» встречаются нам буквально повсеместно, почти на каждой странице, и вот ангел говорит Иосифу «не бойся принять Марию, потому что родившаяся в ней от Духа Святого». Для богословия, в частности, для христологии, слова чрезвычайно важные, но, пожалуй, для читателя и, вероятно, для самого евангелиста это было продолжением мысли родословной, мысли о том, что так действует Бог, таков замысел Божий, это от Духа, следовательно, Бог в курсе, все под контролем, то, что происходит, происходит потому, что Бог этого хочет. В первую очередь, это важно для Иосифа, и удивительным совершенно образом в этой ситуации Иосиф просыпается и делает так, как сказал ему ангел Господень. вот эта способность услышать Слово от Бога, принять его и послушаться, чрезвычайно важная вещь, собственно, может быть, знаете, вся длинная череда предков для того и была нужна, чтобы в Иосифе сформировалась, родилась вот эта способность послушаться Богу. И вот Матфей говорит о том, что он принимает Марию, и когда она родила своего сына, он нарек ему имя Иисус. Наречение имени, собственно говоря, делает Иисуса законным, правильным, настоящим сыном Иосифа, потому что для той эпохи усыновления было вещью совершенно реальны и совершалось оно вот именно этим путем, путем наречения имени. И, собственно, именно это делает Иисуса потомком Авраама, Давида, царя Иосии, Зарававеля и многих-многих других людей, которые в его родословной упомянуты. И, наконец, по-видимому, для читателя, к которому обращается Матфей, также имеет значение толкование имени, которое предлагает евангелист. Он вкладывает в уста ангела, явившегося во сне Иосифу, слова «Наречешь ему имя Иисус, потому что он спасет людей своих от грехов и их, собственно, перевод этого имени как раз следовало бы сформулировать словами «Бог спасает» или «Бог спаситель». Именно поэтому такое имя предлагает ангел Иосифу. И, наконец, еще один важный и отчасти трудный момент в этом рассказе евангелиста это то, что он говорит, что Рождество Иисуса и те коллизии, которые связаны с ним в отношениях Марии Иосифа в публичном пространстве вокруг этой семьи, вот, они все же являются исполнением пророчества, пророчества Исаии Иерусалимского, который говорит, вот, дева в очреве примет и родит сына. Позднейшие толкователи старательно искали наиболее адекватный перевод этого пророчества на современные языки, и, в общем, среди христиан, конечно, утвердилось мнение, что еврейский оригинал пророка Исаия говорит именно о Деве, хотя, в общем, в разных обстоятельствах, по разным причинам это и оспаривалось. Но снова посмотрим на то, что по-настоящему было важно для самого евангелиста и его аудитории, что он хотел сообщить. Здесь, собственно, две вещи. Первая, он говорит о том, что вот это усыновление Иисуса Иосифом, то, что Господь рождается от Духа Святого, неким таинственным, загадочным, во всяком случае, непонятным и неизвестным образом, это тоже было, в общем, известно заранее, и пророк говорит об этом настолько, насколько он может, насколько ясно может вообще выражаться пророк, это первое, и второе, конечно, что в этом родившемся младенце реализуется, может быть, самое важное, самое прекрасное обетование Отца Небесного своему народу, с нами Бог, с нами Бог. Стало быть, все дальнейшее повествование евангелиста Матфея в значительной степени призвано показать читателю то, как это ясно видит сам Матфей, ну, мы будем называть автора Матфеем, потому, что все равно все критические спекуляции вокруг авторства и редактуры являются спекуляциями. Так вот, он стремится засвидетельствовать, что именно в Иисусе вот это присутствие Бога среди своего народа реализуется. в Иисусе